Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшняя наша конференция проходит, как и все конференции, в необычных условиях. Об этом я распространяться не буду. Но если вы обратили внимание, то сегодняшний наш симпозиум, он называется своеобразно «Преображенские чтения». Вообще есть чтения ломоносовские, румянцевские. Это чтения основоположников какой-то специальности, какого-то направления. И, мне кажется, очень правильно устроители решили, они назвали именно «Преображенские чтения». Ну, а я хочу внести свою лепту вот в этот термин, потому что я вчера получил тираж своих воспоминаний. Вот эти воспоминания. И я 30 лет проработал с Борисом Сергеевичем вместе. Воспоминания эти называются «Записки старого доктора», по жизни серьезные и с юмором. Конечно, здесь речь не идет о каких-то биографиях или о каких-то сложных медицинских проблемах. Это все в учебниках, в руководствах. Но поскольку я знал этих очень многих людей лично, то я так понимаю, что, наверное, все эти люди чрезвычайно талантливы, не только в своей специальности, а и вообще. И читателям, а в данном случае слушателям, мне бы, конечно, хотелось поделиться тем, что я знаю. Я человек уже пожилой. Ну, написал даже «Записки старого доктора». Вот. И здесь есть глава. Целая глава, которая так и называется «Слово обучителя». Кое-что я пропущу, а кое-что я сейчас наговорю. Вот Александр это все снимает. Я думаю, надеюсь на то, что вам это интересно послушать будет. Только достигнув почетного возраста, я по-настоящему понял, что такое учитель. Для понимания, для осмысления жизни учитель – это подчас больше, чем родители. Думаю, судьбы многих талантливых от природы людей не состоялись только потому, что на их жизненном пути не встретилось учителя с большой буквы. А Борис Сергеевич Привороженский был именно таким. Он и внешне выглядел как глыба почти двухметрового роста, с очень сильным характером, с ясными принципами, за которые он боролся до последнего. Он был хорошим врачом, неплохо оперировал и читал лекции. Но были и хирурги получше, и краснобаи посильнее. А Борис Сергеевич умел все. Это был правильный, великий человек. И он, как мне тогда казалось, всех вокруг подавлял своим авторитетом. Все ловили его взгляд. Слова похвалы слышали от него достаточно редко. Но если он кого-то выделял, окружающие сразу начинали по-другому относиться к этому человеку. Как это часто бывает, то, кем он был для нас, мы в полной мере, к сожалению, осознали, когда его не стало. Мы поняли, что такое сиротство и в жизни, и в специальности. Начиная со второго курса, я едва ли не каждый день бывал в лорклинике Первой городской больницы, бывшей базы кафедры болезни уха и горла и носа, второго мединститута. Со временем я там стал своим человеком. Не гнушался черной работы, грузил аппаратуру, перевозил пациентов, мыл полы, иногда бегал за едой, за пивом для дежурных врачей. Меня брали на консультации в другие отделения. Писал за врачей выписки, иногда заполнял истории болезни, помогал устраивать банкеты по поводу защиты диссертации. В общем, был в каждой бочке затычка. Но меня это не смущало. Мечтал, что по окончании института буду работать в этих старинных стенах уже полноправным врачом. Это были замечательные годы. И мне хотелось бы вспомнить тех, с кем встречался почти каждый день, кто помогал мне войти в профессию, кто был для меня примером самоотверженности, верности врачебному долгу, преданности от аренолерингологии. Тех, кто научил меня подчинять свою личную жизнь интересам пациентов. Про каждую из них я могу сказать очень много хорошего, но ограничусь перечислением дорогих мне имен и фамилий. Иван Иванович Потапов, Галина Федоровна Назарова, Александр Викторович Фотин, Лия Борисовна Дайняк, Дмитрий Иванович Тарасов, Атея Ташевна Уразбаева, Людмила Васильевна Белякова, Марья Ивановна Кадымова, Лидия Ивановна Казарина, Фаина Давыдовна Бриль, Реваз Владимирович Хоперия, Владимир Тимофеевич Пальчон, Вера Яковлевна Кунельская, Наташа Смирнова, Надя Копина, Шатами Таишвили, Аббас Толышинский, Юрий Николаевич Волков, Нелли Ильинична Мумладзе, Николай Леонидович Вознесенский и многие-многие другие. Всех их я помню, всем им обязан и благодарен. Конечно, с кем-то из них был ближе. Жизни учился у Юры Волкова, хирургии у Володи Пальчуна, дружбе у Люси Беляковой, отношению с людьми у Галины Федоровны с Назаровой, но над всеми стоит мой учитель Борис Сергеевич Преображенский и его школа. Извините за такое эмоциональное вступление к этой главе. Конечно, нахождение рядом с таким человеком в течение почти 30 лет обогатило меня массой впечатлений, встречами с интересными людьми, необычными ситуациями, а некоторых из них я постарался и рассказать, и постараюсь рассказать. У меня не было цели написать биографию Бориса Сергеевича Преображенского, и это лишь некоторые штрихи к его портрету. Отношение Бориса Сергеевича к педагогическому процессу было исключительно ответственным. Это отличало его, кстати, от многих других выдающихся профессоров. Он вникал во все нюансы. Уже с середины августа во время отпуска начинал переписку с заведующим учебной частью, следил за судьбой новых молодых преподавателей, но не просто контролировал, а старался помочь советам, благо преподавательский опыт у него был огромным. Вот один из примеров. В учебный план входила демонстрация студентам танзилоктомии. Эта операция довольно часто сопровождается обильным кровотечением, и его остановка сопряжена с рядом трудностей. Борис Сергеевич считал, что каждый не только будущий хирург, но и терапевт, и просто обязан знать нюансы этой операции, и потому должен наблюдать ее проведение на пациенте. Для этого он требовал специальной расстановки студентов во время демонстрации. Группа делилась на две части. Студенты стояли за спиной преподавателя, те, кто стоял у правого плеча, видели удаление правой миндальной, кто у левого плеча – левой миндальной. И если этот порядок нарушался, ассистент получал серьезный выговор. Кружок. Его вел доцент кафедры Иван Иванович Потап. Тогда большим достижением считалось, если студент выходил на павловскую сессию в институте. Мне это удалось, а Иван Иванович по каким-то, конечно, достаточно уважительным причинам не пришел на доклад. Узнав об этом, Борис Сергеевич, даже меня не стесняясь, распекал Ивана Ивановича в резких выражениях. Это я запомнил навсегда. И сейчас на моей кафедре преподаватели это все бывшие кружковцы. Но, кстати, при подготовке одного доклада произошел такой куривоз. Борис Сергеевич поручил мне написать историю лороотделения Первой Градской больницы. Дал адреса медсестер, вышедших к тому моменту на пенсию. Звоню операционной сестре, Агриппине Андреевне, договариваюсь о встрече. Приезжаю. Встречает неприветливо. Спрашивает, чего я приехал. Ссылаясь на поручение Бориса Сергеевича. Ответ абсолютно неожиданный. Так чего же он хочет? Вообще-то она сказала, чего этот Борька хочет. Чтобы я рассказала, как он во время дежурства «Р» к его жене в 20-й корпус бегал. Борис Сергеевич решил взять меня на кафедру с должности городского ординатора на должность ассистента. Ассистент – это воспитатель студентов. А еврейской нации не очень-то доверяли. И вот он поехал к ректору нашему Юрию Михайловичу Лупухину. А далее привожу уже рассказ Юрия Михайловича. Поведаны мне гораздо позднее этих событий. «Приезжает ко мне твой старик», – говорит Юрий Михайлович. «Просит разрешить взять тебя на кафедру». Главный аргумент. Этот молодой человек обладает всеми достоинствами русского человека и лишён недостатков еврейской нации. Лупухин не устоял. Показываю профессору Яков Соломоновичу Тёмкину фотографию Бориса Сергеевича с сотрудниками кафедры. На фото пять человек. Пальчун, Назарова, Белякова, Кадымова и я. Тогда молодой ассистент. И вдруг Яков Соломонович глядит на эту фотографию, комментирует. «Миша, что творится у Бориса Сергеевича на кафедре? У него 20% евреев». Борис Сергеевич был потомственным русским интеллигентом и никогда антисемитом. Он был государственником и ценил людей за их деловые качества. Его ближним кругом были профессора Тёмкин, Нейман, Фельдман. И думаю, что дружба с ними сыграла против него, когда его пришли арестовывать по делу врачей. После тюрьмы он стал осторожней, но всё же принципом своим никогда не изменял. Обход, Борис Сергеевич, был целым спектаклем. В палату сначала заходил заведующий отделением, затем шеф, затем палатный врач и дальше по рангу. Готовились мы к обходу за несколько дней, учили все анализы, возможные варианты течения болезни. Это было священно действие. Если кто-то, по мнению Бориса Сергеевича, плохо знал больного, он получал замечание, которое было закодировано под выражение 2О – отсутствие одарённости. Два-три раза получить 2О означало, что он мог поставить крест на будущем этого доктора. Однажды во время обхода в палату буквально ворвалась врач из другого отделения и, нарушая весь заведённый распорядок, выпалила «Борис Сергеевич, на машине разбился Ландау, нужна ваша срочная консультация». Борис Сергеевич обомлел от такой наглости и грозно ответил «Вы что себе позволяете?» «Нарушили обход профессора!» «Я ни на какие частные консультации не выезжаю!» Врач сконфуженно удалилась. Через несколько минут входит медсестра и говорит, что Борис Сергеевич просит к телефону из секретарята Никиты Сергеевича Хрущёва. На обход он уже не вернулся и срочно выехал на консультацию. Там решали вопрос о наложении трахеостомы после автомобильной аварии. Конечно, дело было в том, что Борис Сергеевич не знал, кто такой Ландау. Лороотделением у нас у Бориса Сергеевича заведовал Реваз Владимирович Хапирия. Красавец мужчина, любил жизнь, вино, женщин. Преображенский способствовал тому, чтобы Хапирия стал главным внешнатным отолерингологом Москвы. Но должность эта хлопотливая, да и не очень почётная. Однажды, снимая телефонную трубку, услышу голос с грузинским акцентом. Позови, пожалуйста, самый главный отолеринголог в Москве Резо Хапирия. Реваз дружил со многими актёрами, в том числе с Мстиславом Ростроповичем. У него был гайморит. Ростропович был очень простым в общении. Однажды он мне сказал, «Знаете, почему мы с Галей, ну, Вишневский, естественно, так мы любим друг друга? Да потому что иногда видимся раз в несколько месяцев. Но мне показалось, что он лукавил. Вишневский он души не чаял». Авторитет Бориса Сергеевича был огромным. Его хорошие отношения заслужить было нелегко. Но если кому-то это удавалось, ему могли прощаться и некоторые ошибки. Но не предательство. А уж если кого-то Борис Сергеевич не взлюбил, то это на всю жизнь. Переубедить его было очень трудно. И кроме того, он был прекрасным психологом. Однажды мы с профессором Назаровым Галиной Фёдоровым пришли к нему просить за сотрудника. Хотели оставить его в клинике, потому что он неплохо оперировал. К нашему удивлению, Борис Сергеевич отказал. А когда мы поинтересовались мотивами, неожиданно объяснил. «А вы его жену видели?» Она же красавица. Такой мордоворот всю жизнь ради неё будет по частным полигликам бегать и деньги зарабатывать. И попутно рассказал нам историю знаменитого мхатовского артиста Михаила Яншина, женатого на не менее знаменитой актрисе цыганского театра ромэн Ляли Черной. Преображенский был лечащим врачом Яншина, и тот постоянно ему жаловался на богемную обстановку в доме. Сам Борис Сергеевич, правда, тоже в первый раз был женат на актрисе Малого театра Али Васильевны Преображенской, так что имел основания для такого рода суждений. Однажды я стал свидетелем того, как Борис Сергеевич по телефону просил министра здравоохранения принять его для беседы. А тот отказывал, ссылаясь на занятость. Борис Сергеевич положил трубку и с горечью сказал мне, «Вот, Михаил Рафаилович, когда я Сталина лечил, он на вытяжку передо мной стоял. Он хорошо понимал тогда значение близости к вождю. В любую погоду, при любом самочувствии ездил в Кремл на консультации. Первые поздравления с праздниками в секретарят Сталина. Сталин к нему много лет хорошо относился, а главное, доверял, что было редко. Хотя Борис Сергеевич был ему классово чужд. Сын профессора, беспартийный. После выхода из тюрьмы Борис Сергеевич оказался в сложном положении в вопросе отношения с Иваном Ивановичем Щербатовым. Это та кафедра, которую теперь я заведую. Как вести себя? Ведь они работали в одном институте, часто встречались, их связывала одна специальность. Конечно, можно было заняться отмщением, но Борис Сергеевич был выше этого. Дело для него всегда преобладало над личным. И вот, например, идет заседание ученого совета, защищает диссертацию с кафедрой Ивана Ивановича. Наступает момент голосования. Борис Сергеевич поднимает бюллетень, показывает его Щербатова. Я проголосовал за Ивана Ивановича. Аналогично поступал из Щербатов. Борис Сергеевич крайне негативно относился к подаркам от пациентов. Когда я работал на него, принять деньги от больного считалось тяжким грехом. Однажды наш профессор, Галина Федоровна Назарова, после консультации, открыла преподнесенную ей коробку конфет и обнаружила там купюру. Она бежала за пациентом от Первой Градской до Октябрьской площади, чтобы вернуть деньги. И, кстати, когда Борис Сергеевич назначил Реваз Владимировича Капири заведующим отделением, он просил его, зная грузинские порядки, не принимать от пациентов деньги. «Не хочу, чтобы клиника превратилась в рынок», говорил он. «Если вам будут нужны деньги, обращайтесь ко мне». И действительно часто помогал аспирантам, хотя не был уж так богат. Однажды у нас сломался операционный микроскоп. Вызвали мастера, и его работу, конечно, нужно было оплатить. Позже Борис Сергеевич спрашивает меня, «Сколько было заплачено?» Я отвечаю, «Четыре полулитровки водки». Уточняет, «Сколько стоит одна пол-литра?» Я тогда очень удивился, а он действительно этого не знал. Борис Сергеевич не был жадным человеком. Во всяком случае, денег специально не копил. И когда собрался покупать дачу у Константина Симонова, насколько я знаю, у него же и занимал некоторую сумму. Я бывал у него в переделке на несколько раз. Помню, на террасе стояли стулья с отпиленными ножками. Оказалось, что Симонов принимал делегацию писателей из Средней Азии, а поскольку они привыкли сидеть на корточках, отпилил ножки. Дачу Симоновой продали, но Валентина Серова, бывшая тогда женой поэта, оставила за собой гостевой домик. Однажды ночью она приехала с шофером, который был в подпитии, и попросила у Бориса Сергеевича долотой молоток, чтобы выбить из изразцовой печи какие-то страшно ценные плитки, привезенные ей Константином Михайловичем из Парижа. Борис Сергеевич попросил ее подождать до утра, но она не согласилась. Изразцы, конечно, разбили. Но позднее Борис Сергеевич купил и этот гостевой домик. На нашей кафедре был аспирант, затем ассистент Абас Мехтеевич Толышинский. Он прошел всю войну, был очень принципиальным человеком. Вообще Борис Сергеевич не любил, когда ему возражали. Впрочем, как и все начальники. Но от Абаса терпел. Нет, Борис Сергеевич тянул слова Толышинский. Это не так надо сделать. А Борис Сергеевич молчал и даже часто соглашался. Затем Абас уехал в Рязань профессором кафедры. Там работала милая женщина, профессор. Но специалист, она была неважной. И когда она возражала профессору, почему, например, нужно так именно оперировать, а не иначе, Абас отвечал, читать надо. Когда Борис Сергеевич постарел, он даже сказал мне, после моей смерти отдайте выставку об истории кафедры Абасу в Рязань. А ведь мы все считали, что Борис Сергеевич его недолюбливал. Может, это так и было, но он понимал, что Толышинский один из самых преданных ему людей. Предлагают мне вступить в партию. Прихожу к Борису Сергеевичу за советом. Ответ неожиданный. Вы знаете, я беспартийный, но вам советую вступить. Пусть в партии будет как можно больше порядочных людей. В старости Борис Сергеевич стал плохо слышать. Но он научился как-то скрывать этот недостаток. Но однажды тугоухость привела к комическому случаю. На кафедре шел экзамен. Борис Сергеевич сдавал студенту, у которого было много пропущенных лекций. Профессор интересуется причиной пропуска. «Да я спортсмен», – отвечал студент. «Приходится много ездить на соревнования. Так вы спортивник?» Борис Сергеевич так называл спортсменов. «И каким же вы спортом занимаетесь?» «Я играю в шашки, чемпион страны». «В шашки?» – удивился Борис Сергеевич. «Какие же?» – позвольте узнать. «В стоклеточные», – отвечает студент. «В котлеточные?» – Борис Сергеевич уточняет, не расслышав. Это вызвало у молодого человека приступ хохота. Конечно, это было не тактично. Борис Сергеевич обиделся и поставил студенту двойку. Потом стоило больших трудов добиться для него удовлетворительной оценки. Вспомнилось, как Борис Сергеевич отозвался о Николае Николаевиче Блохине, известном детском онехирурге, в течение 10 лет возглавлявшем Академию медицинских наук. В те времена президент медицинской академии обычно становился и академиком Академии наук, кроме Николая Николаевича Блохина. Превроженский так сказал по этому поводу. «Знаете почему? Слишком порядочный человек». «Я долго не женился. Среди прочих причин – желания моего шефа. Борис Сергеевич очень тактично обрисовывал мне прелести холостяцкой жизни. Теперь я понимаю его мотивы. Важно иметь преданного тебе и специальности ученика, и ни с кем его не делить. Но всё же, хоть и довольно поздно, это случилось. Я боялся рассказать Борису Сергеевичу, тянул с признанием. И вот везу его на дачу, как сейчас помню, едем по Калининскому проспекту, и я говорю, «Борис Сергеевич, а ведь я женился». Пауза затем. «Остановите машину». «Ну, думаю, сейчас будет гроза». Подруливаю кинотеатр «Октябрь», слышу вопрос. «И кто же ваша жена?» – отвечаю. «Наша студентка». И вдруг. «Михаил Рафаилович, вы кончили банально». Здание, где располагалась Первая Градская больница, было ужасным. В прошлом это была церковь. На первом этаже находилась глазная клиника, на втором – неврологии, на третьем – лороотделение. Больным, многие из которых имели одышку, приходилось подниматься в наше отделение по винтовой лестнице. И к третьему этажу станос в первой степени переходил в третью. Борис Сергеевич многие годы пытался получить новое помещение, и вот, наконец, ему это удалось. Помещение оказалось бывшим школьным зданием, но вполне приличным, и Борис Сергеевич им очень гордился. Как-то в Москву приехал американский сенатор по профессии отолеринголог. Из Верховного Совета позвонили и попросили Бориса Сергеевича принять этого американца. Преображенский согласился, американец приехал в клинику, ему показали ряд тяжелых больных, пригласили на операцию, кончается визит, собираемся в кабинете, пьем чай. Выступает сенатор и говорит примерно следующее. Какие хорошие врачи! Какие трудные операции они делают! Я восхищен! Единственный недостаток – ужасное помещение! Представляете? Разочарование шефа. Еще один случай. Приезжает в клинику другой иностранец, если не ошибаюсь, немец. Приглашаем его в операционную. Вмешательство серьезное. Пациенту дают наркоз. Внезапно немец срывается с места и с криком «Пиф-паф!» убегает. Все в недоумении. Оказывается, наркоз эфирный, а хирург использует электрокоагулятор, что в цивилизованной медицине категорически запрещено. А мы-то ничего и не знали. Правильно, когда-то Черчилль сказал, Россию невозможно победить, потому что у русских окопный быт. Вот какая история случилась на защите докторской диссертации Ильи Борисовны Дайняк. Защита проходила в ученом совете Института сердечно-сосудистой хирургии. Первым защищался Григорий Цукерман. Тема диссертации – хирургия сердца. Подобные операции тогда только начали проводить в нашей стране. И все присутствующие слушали его затаив дыханием. Как? Операции на самом сердце. Многочасовые, опасные, частые осложнения, высокая смертность. Восхищение. Потом начинается защита Ильи Борисовны. Тема – вазомоторный аллергический ренит. Начинается рассказ. Сколько раз пациент чихнул? Какого цвета выделения из носа? По залу проносится вздох разочарования. Оппонент, профессор Тёмкин, выходит на трибуну и чувствует, что ему каким-то образом нужно переломить настроение в зале. Начинает так. Конечно, от аллергического ренита еще никто не умирал. Но я не знаю ни одного пациента с аллергическим ренитом, который живет хорошо. И каждый в зале понял, что лечение и насморка тоже крайне важно. Борис Сергеевич шутил, что врачи делятся на две категории. Те, кому нечего есть, и те, кому некогда есть. Со временем я понял, что есть еще и третья категория. Те, кому нечем есть. Я всю жизнь приходил на работу в галстуке. И способствовал этому один из рассказов Бориса Сергеевича. Однажды летом, в отсутствие его шефа Свержевского, в клинику позвонили от председателя Президиума Верховного Совета Калинина Михаила Ивановича с просьбой срочно приехать. Борис Сергеевич отправился туда прямо с операции. Секретарь просит его немного подождать, предлагая чай. Через несколько минут появляется Калинин в черном костюме, при галстуке. А Преображенский в майке, да еще с надписью поперек «Динамо». Больше такой легкомысленности в одежде Борис Сергеевич Винник никогда не позволял. И даже когда много лет спустя я вез шефа на дачу, а такое случалось не раз, он снимал галстук только после того, как мы выезжали из города. В 1970 году в Москве проходила крупная научная конференция. С местами в гостинице было очень трудно, поскольку в это же время проходили мероприятия, посвященные празднованиям «Столетия Ленина». Борис Сергеевич просил предупредить всех делегатов, чтобы они не приезжали вдвоем. Подразумевалось с дамами сердца. Я сижу в оргкомитете. Подходит профессор Михайловский из Махач-Калы и просит двухместный номер. Далее следует такой диалог. Я. Но разве вы не получили наше письмо с предупреждением? Как же вы не понимаете, что в этом году огромные сложности с размещением в гостинице? Да я-то понимаю, а вот моя жена нет. Ну и последнее. Во время пребывания в Балагое, где я работал по окончании института, совершенно неожиданно я получаю официальное письмо из редакции журнала «Вестник» от Арины Ленингологии с предложением написать передовицу о лечении хронических гнойных средних отитов в условиях сельской местности. Конечно, такого почетного задания я и не ожидал. А суть была в том, что необходимым условием эффективности лечения было частое посещение врача для удаления гноя. Но как деревенским жителям это делать, если до Балагова им ехать 30 километров, а то и 40? Если жигной не удалить, никакое местное лечение не помогает. И вот я придумал спринцовку, с помощью которой пациенты могли самостоятельно проводить эту процедуру. Действительно, статья была напечатана и даже доложена на заседании Московского научного общества. Меня стали узнавать. Кто-то даже сказал, вы тот доктор, который маточную спринцовку для уха приспособил. Но дело здесь, конечно, не в том, что я предложил новый способ лечения. Я описываю этот случай для того, чтобы подчеркнуть, как Борис Сергеевич относился к молодежи. Что значило для меня тогда его внимание. Я готов был горы свернуть. Спасибо вам большое за то, что вы выслушали меня. А вы знаете, вот недавно спрашиваю молодого какого-то доктора, а вы знаете Преображенского Бориса Сергеевича? А кто такой? А вы знаете, кто основал нашу кафедру детской вот иринолерингологии, имея в виду Щербату? Какой-то Щербаков нельзя забывать в своих очередях. Спасибо вам всем.